Киев признал потерю Донецкого аэропорта. Об этом сообщил официальный представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины. Здесь полностью разрушены старые и новые терминалы. 16 украинских военных попали в плен к сепаратистам. Еще три года назад Международный аэропорт Донецка принимал гостей чемпионата Европы по футболу. Реконструкция воздушной гавани обошлась казне 800 миллионов в пересчете на евро. Ожесточенные бои за аэропорт длились несколько месяцев и обрели символический смысл для каждой из противоборствующих сторон. В четверг утром в Донецке произошла трагедия. Под огонь попали мирные люди, стоявшие на троллейбусной остановке. По меньшей мере 13 человек погибли, более 20 получили ранения. Состояние многих тяжелое. К расследованию обстоятельств факта обстрела приступили представители ОБСЕ. Обстрел в Донецке произошел спустя некоторое время после того, как нормандская четверка в Берлине договорилась по демаркационной линии и отводу тяжелых вооружений. Жертвами конфликта на Донбассе с апреля прошлого года, по данным ОБСЕ, стали более 5000 человек. Около миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Так сейчас выглядит Макеевка. Город в Донецкой области, попавший накануне под массированный артобстрел. Уничтожены и повреждены десятки строений, в том числе жилые дома. Киев и ряд западных стран обвиняют Россию в оказании военной помощи сепаратистам. Москва эти обвинения отрицает.